Карачаево-Черкесия, телеканал «Россия-1», главные вести республики. Мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте. Главное политическое событие дня. Сегодня состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой нашей республики Рашидом Тимрезовым. Темом обсуждения стала социально-экономическая обстановка, планы развития региона. Подробности расскажет Альбина Ламкова. В ходе рабочей встречи президента России Владимира Путина с главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым затронуты все аспекты жизнедеятельности республики – развитие социальной сферы, экономики, промышленности, инвестиций. Но сам диалог начался с ситуации в сфере здравоохранения. В первую очередь хотел бы поблагодарить вас за те решения и поручения, благодаря которым мы достаточно серьезно и качественно изменили жизнь в республике, это и социальные, инфраструктурные проекты, то, что напрямую сказывается на качестве жизни населения. За это вас хотел бы искренне поблагодарить. Что касается медицины, то на сегодняшний день по борьбе с распространением коронавирусной инфекции у нас достаточно и средств индивидуальной защиты, и медикаментов, и медицинского оборудования, и транспорта, ну и, конечно же, самое главное, медицинского персонала. У нас есть запас кочного фонда, но основным направлением, конечно, для себя считаем очень важным – это вакцинация. Темпы вакцинирования мы наращиваем, но работа не очень простая и одна из самых приоритетных, отметил Аршид Тимрезов. В первую очередь, конечно же, это касается людей старшего поколения. Все видят, что в последнее время вирус мутирует. Мы достаточно плотно взаимодействуем с Министерством здравоохранения Российской Федерации по всем новым протоколам лечения. Ну и хочу сказать, что такую методическую и практическую помощь мы ощущаем от Министерства здравоохранения Российской Федерации. Наши врачи готовы. Я же считаю, что основной это, конечно, вакцинирование нашего населения. На региональном уровне этот год объявлен Годом медицины в республике, отметил руководитель субъекта. Конечно, прошлый год нам позволил вскрыть те тонкие моменты, которые у нас были в системе здравоохранения. Хочу еще раз вас поблагодарить за ваше решение о модернизации системы здравоохранения. С первичного звена это нам позволит улучшить материально-техническую базу всех наших медицинских учреждений. Ну и, конечно же, мы также и по нашим проектам «Демография и здоровье» выполняем неукоснительно все индикаторы. Люди это чувствуют. Решение, которое мы приняли по поводу перекредитования с банковских кредитов на государственные, на Минфиновские, первое. Второе – инфраструктурные деньги под инфраструктурные проекты. У вас насколько это… Знаете, я считаю, мы в меньшей степени попадаем под перекредитование, но для нас инфраструктурные кредиты, инфраструктурные проекты… Владимир Владимирович, я еще раз хочу сказать, мы за последние годы построили более 600 социально значимых объектов. Бюджет республики на 62% социально ориентирован, сказал глава Карачаева-Черкесии. Реальный сектор экономики продолжает развиваться. Я вам докладывал в прошлом году о том, какую задачу мы поставили до 2023 года. И, конечно, для нас это реальная возможность сегодня открыть, создать новые рабочие места. Конечно же, с созданием инженерной инфраструктуры, дорожной, там и туризм, чем мы отвечаем. Конечно, для нас это реальная возможность сегодня сделать, не побоюсь этого слова, прорыв в экономике нашей республики. Готовьте проекты. Мы готовим. Глава Карачаева-Черкесии отметил, что работа с правительством Российской Федерации достаточно плотная. Поддержка по подготовке проектов ощутима. Ваши структурные проекты, они вроде бы региональный и республиканский характер. На самом деле, они являются общенациональными, потому что даже места отдыха шикарные. Люди едут тоже со всей стороны, как к Черноморскому побережью. Мы получили полтора миллиона в прошлом году, несмотря на пандемийный год, полтора миллиона туристов, несмотря на то, что у нас республика, 100 тысяч населения. 1 миллион 240 тысяч, в три раза больше. Далее глава государства адресовал вопрос о развитии сферы строительства и сельского хозяйства. Говоря об этой теме, Рашид Темлезов сказал, что если в 2020 году были на последнем месте по темпам ввода жилья, то уже сейчас на третьем. Касаемо переселения граждан из ветхого аварийного жилья, то наша республика первая в стране завершила досрочно программу. Готовится еще 51 дом. Переселение пройдет совместно с фондом реформирования ЖКХ. Планируют завершить эту программу к концу следующего года, в год столетия республики. А сельское хозяйство? Если брать март и апрель 2021 года по текущему году по отношению к прошлому году, то, конечно, мы выросли. Республика успешно развивает интенсивное садоводство. Каждый год в регионе закладывают сады такого типа по 200-300 гектаров. Конечно же, работа проводится с применением современных технологий, отметил глава региона. К примеру, грушовый сад в позапрошлом году – первый в истории современной России. Его высадили на территории 10 гектаров, и он уже приносит свои плоды. В республике успешно развивают личное подсобное хозяйство. Средства на их закладку выделяют из регионального бюджета, образовывая кооперативы. Предпринятые шаги в этом направлении уменьшили отток населения из сельской местности. Это очень важно. И с точки зрения рынка труда, все-таки проблемы с безработицей остаются. Проблемы с безработицей остаются, поэтому мы идем по кооперации, по личным подсобным хозяйствам. Мы ввели в этом году доплату для сотрудников. Глава региона отметил, что за последнее время в сельской местности были построены домокультуры и спортивные комплексы. Они из года в год друг за другом открывают свои двери для юных спортсменов и творческих людей. Работникам этой сферы были введены доплаты. Конечно же, все предпринятые шаги направлены на то, чтобы люди оставались в селе и развивали его. А те проблемы, которые раньше были, это вода, газ, отсутствие детских садов, фапов, домов культуры. Сегодня эти вопросы очень серьезно решают, отметил в заключении встречи Рашид Темрезов. Альбина Ламкова, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня в Черкесске состоялось подписание соглашений между Общественной палатой Карачаева-Черкесии и Общественной наблюдательной комиссией. Предметом договора является объединение усилий сторон за соблюдением избирательных прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания, при проведении предстоящих выборов в сентябре. Сотрудничество будет осуществляться в следующих направлениях. Проведение взаимных консультаций, реализация совместных проектов по обмену опытом при осуществлении наблюдений за голосованием, создание условий для участия всех заинтересованных представителей Российского гражданского общества, организация мероприятий по обучению членов Общественных наблюдательных комиссий, а также осуществление совместной информационной деятельности в средствах массовой информации. Наши граждане могут оказаться в сложной ситуации. Поэтому, задумываясь о правах граждан, в первую очередь, которые находятся в местах принудительного содержания, мы подписали сегодня соглашение, оно передо мной, вот я сейчас его открыла, с Общественной наблюдательной комиссией Карачаево-Черкесской республики, которую как раз курирует данное направление. Эта комиссия следит за соблюдением прав граждан, которые находятся в местах заключения. Подписание данного соглашения еще более усилит работу по данному направлению, я имею в виду в процессе реализации избирательных прав граждан. Мы четко обозначили, что данное соглашение реализуется в период выборов, период как раз, когда будет 17, 18 и 19 сентября. Чтобы граждане, находящиеся в соответственном принудительном содержании, смогли высказать свою точку зрения. А сейчас прогноз погоды на завтра. По Карачаево-Черкесии вечером и во второй половине дня местами кратковременный дождь и гроза. Ветер запад на четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20. В горах местами плюс 8, плюс 13 градусов. Днем плюс 30, плюс 35. В горах местами плюс 20, плюс 25 градусов. В Черкесии без существенных осадков. Ветер запад на четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем плюс 33, плюс 35 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова С начала пандемии общая количество заболевших в республике составило 22 562 человека. Из них 20 738 выздоровели, 696 госпитализированы. На сегодняшний день 89 610 жителей Карачаева-Черкесии привились от COVID-19. Только вакцинация позволит выработать общий иммунитет населения, уверены медики, и защищать от тяжелых осложнений коронавирусной инфекции. Также и тем, кто уже переболел, желательно привиться, так как вирус мутирует. Заведующая терапевтическим отделением поликлиники лечебно-реабилитационного центра Марьяна Эбзеева подчеркнула, что вакцинация – это единственный способ одолеть эту болезнь. Также она рассказала о побочных действиях вакцины и сколько сотрудников лечебно-реабилитационного центра привились. Мы на практике видим, как защищает вакцинация от осложнений коронавирусной инфекции на данный момент. Вакцинация важна всем и желательно даже переболевшим людям через 4 месяца после перенесения коронавирусной инфекции. Вакцинация должна быть каждые 6 месяцев. Ревакцинация через 6 месяцев, несмотря на антитела. На сегодняшний день нет доказательной базы, чтобы люди делали акцент на антитела. То есть какой-то уровень защищает или есть антитела, уровень, который запрещает прививаться. Нет, прививаться должны все. Медотвод может дать только лечащий доктор, который знает заболевания и анамнез пациента. На данный момент медотвод дается в основном на 30 дней в связи с острым состоянием, обострением хронических состояний. На более длительный период дается женщинам в период лактации и беременным женщинам. В пограничном управлении ФСБ России с 5 июля изменились бланки заявлений для пропуска в пограничную зону. А так как большинство туристических маршрутов живописно Карачаева-Черкесии находится вблизи от государственной границы, тема будет интересна гостям и жителям республики. Наша съемочная группа узнавала, как и в какие сроки можно оформить документ. Альбина Куроченова-Кенжева подробнее. В пограничном управлении ФСБ России по Карачаево-Черкесии рассказали, что в настоящий момент поток отдыхающих увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом из-за ограничительных мер, вызванных коронавирусной инфекцией. Основные направления, кроме знаменитых и излюбленных Тиберды, Дамбая и Архыза, являются Пхия, Кислоисточники и Альплагерь Узункол. Сотрудник пограничного управления Денис Рухтин рассказал о том, что изменились формы для подачи заявлений на получение разрешений пропусков в пограничную зону. Для въезда и пребывания в пограничной зоне до 5-километровой полосы местности вдоль госграницы необходимы документы, удостоверяющие личность. Подать заявление можно тремя удобными способами для заявителя. Посредством электронной почты, через единый портал государственных и муниципальных услуг, либо на личном приеме в пограничном управлении. После вступления нового административного регламента сроки предоставления государственной услуги составляют для граждан Российской Федерации 15 рабочих дней, для иностранных граждан 30 рабочих дней. При этом все заявления обновились и появились новые формы, которые также предусматриваются этим приказом. Большинство туристических маршрутов республики находятся рядом с государственной границей или проходят через пограничную зону. За главным Кавказским хребтом лежат Абхазия, Грузия, Южная Осетия и Азербайджан. Поэтому, если вы отправляетесь путешествовать в горы, нужно получить пропуск. Например, на знаменитый Алибекский водопад не попадешь, как раньше. Если следовать в альп-лагерь Узунг-кол, то для граждан Российской Федерации пропуск необходимости не имеет. Но там необходимо находиться, так как пограничная зона с документами удостоверяющими личность. Для иностранных граждан уже необходимо иметь индивидуальные либо коллективные пропуска. И то же самое на Алибекский водопад, да, например? На Алибекский водопад уже необходимо получать пропуска. Для граждан РФ и иностранных граждан. Чтобы не омрачить себе отдых, заполнять документы нужно внимательно и скурпулезно. Уведомления об отказе выносятся при подаче неправильных заявлений. Пропуск в пограничном управлении можно заказать на три года и путешествовать по республике, наслаждаясь ее красотами. Альбина Курочинова-Кенжева, Ольга Савенко, Мухаммед Ошибоков. Вести. Карачаева. Черкесия. Прямо сейчас продолжение сериала «Отражение звезды». До встречи на телеканале «Россия-1». Продолжение следует.